Я и наша партия на этих выборах мы говорим, что не надо говорить о внешней политике, о геополитике. Одни говорят, что мы там в Европейский союз НАТО, другие говорят, что мы в таможенный союз. Мы говорим, давайте об этом сейчас не будем говорить. Сейчас главная цель поменять эту власть, свергнуть Плохотнюка, навести порядок. Потом уже можно будет говорить о внешней векторе, нужно обязательно будет провести референдум на эту тему. Но до этого надо еще дожить. Нельзя сейчас баламутить людей всеми этими вещами, в том числе объединением с Румынией. Мы не против кого? Не против Румынии, не против России, не против Америки, не против Украины. Мы за Молдову. Мы сейчас находимся в городе Яргора, Львовского района. Большой населенный пункт, много людей, рынок. Сейчас разговаривали с людьми, такая очень живая, заинтересованная беседа. Настроения, они такие же, как и везде. Самое главное в том, что государство, оно бросило на произвол судьбы людей, бросило на произвол судьбы целые населенные пункты. И мы, наша партия, кандидат нашей партии, мы считаем, что роль государства в возрождении Молдовы, она должна быть ключевой. Некоторые говорят, что государство не должно вмешиваться, а наоборот, государство должно заниматься всем. Буквально всем должно заниматься, во все вмешиваться. Вот здесь, например, в Яргоре можно было бы открыть 3, 4, 5 небольших предприятий, цеха. Я не говорю, что там тысячные колхозы или заводы, а где могло бы работать 150-200 человек. Но государство должно иметь программы по разным секторам, по разным населенным пунктам. Должно выделять финансирование на это. То есть говорят, что нет денег. Из того миллиарда, что они украли, можно было бы построить минимум тысячу современных ферм в Молдове. Это государство могло профинансировать, оно обязано это сделать. Оно обязано здесь, если кто-то хочет открыть какой-то бизнес, дать ему деньги. Просто даже не кредит, а субсидию выделить. Должно построить инфраструктуру. Должно обеспечить сбыт продукции. То есть это везде можно делать и это нужно делать, потому что иначе вот такие населенные пункты, они будут просто умирать. Вот недавно здесь было два наводнения. Люди жалуются, что колодцы затопило, дома, и никто не занимается этим. Опять же, они не должны просить люди, когда вот случилось какое-то чрезвычайное бедствие, чтобы им помогало государство. Они не по-прошайке люди. Наоборот, это департамент чрезвычайных ситуаций. Он сам должен приезжать сюда, чистить колодцы, ремонтировать. И на это должны выделяться деньги, чтобы не думал он, чем заправить ему пожарную машину. На это должны быть предусмотрены деньги. Ну а для того, чтобы у государства были деньги, есть только два способа. Первый, конечно, не воровать. Другой пример. Про миллиард все слышали, но это правительство получило 780 миллионов евро от Европейского Союза. Различных там грантов, помощи. Где эти деньги? Их тоже можно было бы направлять на конкретные проекты. Для того, чтобы деньги в бюджете были, надо меньше воровать и развивать производство и экспорт. Без этого невозможно развитие.